Доброе утро, друзья! Мы проснулись Давайте осмотримся, где же прошла наша ночь Какое красивое место Долина между гор Внизу дорога Еще ниже течет горная речушка Этот склон кажется близко совсем И гора совсем невысокая Но если присмотреться, видите, там коровки Маленькие-маленькие такие, как букашечки То есть это достаточно далеко Поселок на горе Ночью слышали, как у кого-то работал телевизор То диктор что-то там рассказывал Потом какой-то фильм, по-моему, шел Достаточно громко и ветер доносил все звуки И сейчас слышно В принципе спалось спокойно Только несколько раз здесь проезжали машины И сигналили Из-за этого просыпались Как видите, место это Не совсем дикое Сюда кто-то приезжает Попить пивка Но сегодня ночью Никто нас не побеспокоил Сейчас будем готовить себе завтрак И планировать маршрут на сегодня В идеале я хотел бы добраться до поселка Чигем И посетить еще одно красивое место Это Чигемское ущелье И Чигемский водопад Навигатор рисует нам до Чигема 438 километров В принципе маршрут вполне проходимый Расстояние не такое большое Но стоит учитывать Что большая его часть будет по горам И даже если мы вечером поздно приедем в Чигем То посмотреть всю красоту И оценить ее ночью мы не сможем Поэтому возможно ночевать придется Где-то на этом пути И уже завтра утром Ехать в Чигемское ущелье Сейчас завтракаем И я тут вспомнил Что вчера на этих затяжных подъемах Я сделал вывод Что стучит у нас все-таки не коленвал Под нагрузкой в гору мотоцикл идет Если бы в коленвале были какие-то зазоры То именно в этот момент Был бы слышен звонкий четкий стук Но его не было Мотоцикл шел ровно, тихо, вытягивал А когда набираешь обороты Где-то на равнине разгоняешься Километров до 70-80 Вот тогда уже на высоких оборотах Появляется все-таки какое-то дребезжание Это не коленвал Это что-то еще Ну а что я думаю мы разберемся Когда будем зимой в очередной раз Разбирать этот двигатель Ну вот мы и упаковались Свернули наш лагерь И сейчас вопрос заключается в том Как нам здесь развернуться И аккуратно выехать Помните там есть такая канава Сейчас будет один опасный момент Поэтому устанавливаем камеру на шлем И будем это снимать Мы опасный момент прошли Свернули наш лагерь Получилось все прошло спокойно И вот она Та полянка где мы ночевали Вот какой-то домик Я думал что это остановка Но это домик С окнами С дверью И с чем-то похожим на туалет рядом Наверное Все Нас ждет дорога Одеваем сейчас под шлемники Потому как солнце в лицо Очки И вперед ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Все, мы покушали, упаковались в подшлемники, отдохнули, связались со всеми, с кем только можно, записали коротенькое видео. И нам тут подсказали, что сейчас после Шамиль-Калы начнется затяжной подъем, после которого будет туннель протяженностью 4 километра. Будет интересно. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА